Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Безопасное государство. Президент провел заседание Совбеза. Ни в коем случае не расслабляться. Какие итоги? Бобруський загар. Городские пляжи вовсю готовятся принимать гостей. Сначала открытие купального сезона сотрудниками Центра гигиены, в том числе и в выходные дни, будет проводиться мониторинги содержания пляжей. Где взять шезлонг? Коллекция весна-лета. В художественном музее прошел показ мод. В этом чувствуешь легкость, как будто бы ты на поле, я не знаю, прям восторгаешься этим ощущением легкости. Чему посвятили дефиле. А также горячая линия, прямое направление и основные требования. Славянский базар ищет волонтеров, где заполнить анкету. Вопрос национальной безопасности. Президент провел заседание Совбеза. Полномочия коллегиального органа должны быть соизмеримы с рисками и угрозами, которые стоят перед государством. Это важнейшее требование Александра Лукашенко. Причем входит в совет не только силовики, но и чиновники из разряда гражданских. Повышение роли Совбеза рассмотрели в увязке с недавно подписанным президентским декретом. Ни в коем случае не расслабляться. Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете ситуацию, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей. Сегодня уже и те, которые рыдали, а некоторые и постились, насилие, ах насилие, поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда. В августе месяце на улице. Видели, как они действовали. Сегодня они уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мятеж в форме Блицкрига мы преодолели, как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем. И все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас экономика. К слову, секретариат будет наделен статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией положения о совбезе. Солярий со сгущенными трубочками и бочковым квасом. Ее на горизонте, а вместе с ним отпуск, каникулы, да и просто теплые выходные. Пять бобруйских пляжей в этом году примут отдыхающих. Один из них в районе Форштата без права купания. Карина Гуревич уже выбрала дату отпуска. Пока погода не балует стабильным плюсом, а только радует обильными дождями. Но уже через две недели придет лето, а вместе с ним и официальный купальный сезон. Однако к выбору места отдыха нужно подходить ответственно. У городских служб сейчас вовсю идет подготовка. Установлено оборудование, покрашены лавочки, убран мусор, проверена вода. Остаются последние штрихи. За истекший период 2021 года отобранные пробы воды из всех зон рекреации, все отобранные пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов. За качеством воды эпидемиологи будут следить каждую неделю. Важно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. На данном пляже и на всех городских пляжах определены точки, где будет проводиться отбор проб воды. То есть данные пробы воды мы будем брать у основания пляжа. Также при благоприятных погодных условиях и при помощи спасателей отбор проб проводится на глубине метр и на расстоянии 5 метров от прибрежной части озера. Этим летом горожанам будут доступны традиционные места для отдыха. В зеленом списке, побережье в центре и в шестом микрорайоне. Можно позагорать у спортивно-оздоровительного комплекса «Шинник» и в районе здравницы имени Ленина. В месте отдыха на территории Форштадта плавать запрещено. На территории сок «Шинник» уже покрашены беседки и лавочки. Специалисты устанавливают душевые и туалеты, мусорные контейнеры и питьевые фонтанчики. Об автомобилистах тоже не забыли. Здесь предусмотрена парковка. В скором времени участники смогут расположить на пляжах палатки с едой, мороженым и прохладительными напитками. Но только после получения разрешения. Отдыхающим также предложат зонтики и шезлонги. В прошлом году за час просили 41 копейку. Еженедельно с начала открытия купального сезона сотрудниками Центра гигиены, в том числе и в выходные дни, будут проводиться мониторинги содержания пляжей, мониторинги наличия на каждом из пляжей согласованных, объектов торговли и общественного питания, а также объектов, которые будут реализовывать непродовольственную группу товаров на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность. Сотрудники освода взялись за привычную работу. К счастью, спасать на месте никого не нужно. Но необходимо сделать все, чтобы предотвратить беду. То, что за год могло попасть на дно и навредить человеку, поднимается на берег. Здесь не только камни, палки и стекло. Можно найти огромные бревна и даже музыкальные пластинки. Каждый год заключаются договоры на чистку пляжей. Приезжают водолазы и производят очистку пляжей. Выдаются паспорта пляжей и акты выполненных работ. И после этого разрешено купание в тех местах, где произведено обследование. Напомним, штраф за купание в запрещенных местах до 87 рублей. Нетрезвым отдыхающим грозит 8 базовых. Это 232 рубля. Маленькие дети всегда должны быть под присмотром родителей. Входить в воду без сопровождения взрослых им запрещено. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Проверка боеготовности, поиск волонтеров и новое направление. Белавия начнет летать в Уфу. Во сколько обойдется билет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Привлекаются воинские части, подразделения, комплексы, тактических ракет и реактивных систем залпового огня. Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. После воинской части подразделения выдвинутся на полигон для выполнения учебно-боевых задач. Комитет госконтроля проводит горячие линии по вопросам доступности рынков. Покупатели, производители и представители торговли могут высказать замечания, внести конструктивные предложения уже с сегодняшнего дня. Телефоны будут доступны неделю. В Могилевской области звонки примут в пятницу. Национальная авиакомпания «Белавиа» запускает прямые рейсы в Уфу. Российский город станет уже десятым маршрутом в карте полетов белорусского авиаперевозчика в соседнюю страну. Рейсы будут выполняться с 31 мая пока раз в неделю по понедельникам. Цены на билеты стартуют от 98 евро по минимальному тарифу, без багажа. В обе стороны от 183 евро. С начала сезона в больницы страны с укусами клещей обратились около тысячи человек. Чаще всего паукообразные нападают в сельской местности, на дачах и в лесах. Каждый год в нашем государстве регистрируется в среднем 2000 случаев боррелиоза и порядка 100 энцефалита. Если вас укусил клещ, стоит обратиться в травмпункт. Славянский базар ищет волонтеров. Заполнить анкету можно в электронном виде на сайте фестиваля. Принимать их будут до 14 июня. Основные требования. Быть старше 18-ти стрессоустойчивым, пунктуальным, активным, исполнительным и доброжелателем. Кроме того, будущие волонтеры должны быть полны энергии, поскольку фестиваль работает 24 часа в сутки. Лишили жизни за пакет с продуктами. Следственный комитет завершил расследование об убийстве с особой жестокостью 35-летнего жителя Бавруйска. Обвиняемые граждане 19 и 28 лет напали на знакомого мужчину. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они нанесли ему множественные удары руками и ногами. После осмотрели карманы, но кроме продуктов при потерпевшем ничего не нашли. После грабители снова вернулись на место происшествия, чтобы убедиться, что мужчина мертв. Молодые люди взяли фрагмент бетона и стали бросать на грудь и голову потерпевшего. Позже они вернулись домой, застирали свою одежду, а впоследствии сожгли ее. Спустя сутки были задержаны. Сейчас в отношении мужчин применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Модный показ. Художественная галерея Бавруйска открыла свои двери для ценителей белорусского. Здесь представили последние коллекции отечественного производителя. Дефиле приурочили к Международному дню музеев. Ольга Васенда насмотрела пару образов. В зале художественного музея вместо застывших картин – живые модели. В качестве зрителей – 20 активных женщин города, представители культуры, образования, экономики, спорта и медицины. Сегодня их вниманию представлены стильные и элегантные образы весна-лето 2021. Это показ закрытый. В связи с тем, что сейчас пандемия, ковид, мы не можем пригласить много гостей. Но все наши прекрасные дамы города Бавруйска могут ознакомиться с этой экспозицией непосредственно на сайтах. И в средствах массовой информации будет выложено много фотографий. Они могут посмотреть наряды, подобрать что-то для себя. И, конечно же, обратиться в фирменные магазины города Бавруйска. Для создания коллекции дизайнеры используют полотна из хлопка, льна и вискозы, а также изделия из натуральной кожи. Посыл авторов – универсальность и легкость. На импровизированном подиуме представлены модели известных белорусских брендов – «Калинка», «Славянка», «Бавруйск», «Трикотаж» и «Фабрика художественных изделий». Каждая ткань, она по-разному ощущается и нашим телом, кожей. Вот «Фабрика художественных изделий», в этом чувствуешь легкость, как будто бы ты на поле, я не знаю, прям восторгаешься этим ощущением. Презентация включает 8 дефиле – образы как для женщин, так и девочек, платья, костюмы, рубашки, тренчи, школьная форма и кожаные изделия. На десерты – демонстрация луков из натурального льна. Мне действительно понравилось много моделей и спортивные вещи для детей, потому что я как мама, конечно, сразу обратила внимание, в чем может пойти мой ребенок погулять на улице. Ну а также и школьная форма меня поразила. Были замечательные модели девичьих платьев, было просто превосходно. Этот показ приурочен к Международному дню музеев. В этом году профессиональный праздник отмечается в 44-й раз. У хранителей искусства всегда открыты двери для творческих предложений. Модный фестиваль – тому доказательства. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok